Здарова всем! С вами Сергей Митков. И планы на сегодня у нас какие? Пойти в таверну, провести ревизию среди наших предметов, пообщаться с Карой. И если хватит времени, то сбегаем с друидом в Скаймирор. Я почему иду в таверну? Я сначала думал на улице всем этим позаниматься, но потом подумал такой типа. Схожу в таверну. А в таверне активируется продолжительная катсцена, так что пошлите. Продолжение следует... Да в этом даже смысла никакого нет. Пей дальше обрубок. Хоть это у тебя хорошо получается. Ааа, по крайней мере вам вдвоем весело. Или ладно? Ладно, давайте смягчать углы. Любители... Любители? О, Келгар, ты посмотри. Принцесса на горошине думает, что она сможет нас уделать. По мне так это пустое бахвальство. Студентки-неудачницы из Академии. Да вы двое не узнали бы, что такое оскорбление, даже если бы оно подошло и покусало вас. Ну? Так почему бы тебе нам не показать, как это надо делать, огневолосая? Огневолосая. Оригинально и извительно, а воображение не на грош. Неужели это лучшее, на что способна демон-полукровка? Ааа, хвост вместо мозгов? У меня мозги не в хвосте. Значит, недалеко? Может тебе приспустить штаны немного? Я смотрю, мозги у тебя хоть и с дыркой. До воздуха им всё равно не хватает. Ну-ка, объясни. Ну, она сказала, что у тебя мозги недалеко от хвоста. А это подразумевает, что они у тебя там, на чём ты сидишь. И то, что ты дышишь прямо. Ладно, ладно, поняла уже. Маленькая ведьма. Ну, не переживай. Раз мне пришлось объяснять, значит, оскорблений не удалось. Но за попытку я тебе налью кружку, твоё высочество. Насколько я помню, во фляге никогда ещё не было такой хорошей прислуги. Ага, с тех пор, как твою маму отсюда вышвырнули. Так вот, маму мою не трогай. Ты последи за своим языком поганым, тупоголовая девчонка, а не то я тебе кое-что расскажу про доблесть и мужское достоинство айронфистов. Ага, про две самые маленькие вещи во всём Файруне. Мне рассказывали, что от тебя, Калгар, ни одна женщина про мужское достоинство айронфистов так и не узнала. Чего? Будь уверена, о мужском достоинстве айронфистов уйма женщин знает, уйма. Просто они все живут в Уотердипе. А так бы они тебе рассказали. Калгар, успокойся. Успокойся? Я не потерплю таких слов от какой-то недоношенной девчонки, которая даже таверну для хорошей драки выбрать не может. По крайней мере, я в той драке кое-чему научилась. Ты, жир на пузо недомерок. А теперь, если ты закончил со мной умом мериться и совсем иссяк, то советую тебе сесть обратно в кресло и пить дальше за свою доблесть, пока с другого конца не польётся. Может, я ещё потом подойду, уложу тебя в колыбельку. Хм, жир на пузо недомерок. Да, неплохо. Соткнись, хвост, вместо мозгов. Хм, а я-то думал, что от магов совсем никакого толку нет. Дункан, налей мне ещё. Сам себе налей, дворф. Ты же ещё ни за одну кружку не заплатил. А я всё ждал, когда ты дашь мне самому с бочонками управляться. Кому ещё налей? Некоторых дворфов вообще на поверхность выпускать не надо. На хлебник недомерок. Добро пожаловать в ситкому-то бывшая фляга. Так. Ладненько. Повеселились, поугарали. Ревизия. Ревизия наших предметов. Что мы делаем? Мы себе... Я сейчас расскажу, что я буду делать. Я не буду вас мучить уж этим всем. Мы полностью всё с себя снимаем. Смотрим, что у нас есть. Скидываем всё в одно место. Сортируем. И потом смотрим. Кстати... Ай, жалко, здесь нельзя портреты приближать. Как жалко. А, у меня возможно место. Да, Никол. Ладно. И вот так я всё скину. И потом уже буду распределять чё да как. Но всё это я буду делать за кадром, чтобы вас не мучить. Фух. Целый час угробил. Ну, конечно, с перерывами. В чём вообще была моя задумка, пацаны? Не сильно много чего изменилось. Но нашего персонажа я снарядил полностью. Тут вещи будут все, которые я попродавал. Кстати, повытаскивал кучу... Полезных штук, которыми надо пользоваться. А то они просто у нас... Лежат. Вот это всё, я думаю, пора продавать. Вы знаете. Плащжатвы продадим, потому что... Плюс одна харизма. А нужна она только мне. Всем остальным персонажам харизма не нужна. А смысл. Так вот, в чём у меня задумка? Нас будет большая команда собираться. Нас будет, наверное, человек 10. Если мне память не изменяет. Да? Колгар у меня получился самый голый. Его одевать буду сейчас просто в жёсткую. И не всех персонажей я буду использовать. В той или иной мере. Так вот. О чём я? Некоторых ребят я буду оставлять, но потом будут моменты, когда нужно использовать именно определённого персонажа. И поэтому я хочу всю свою команду снарядить полностью. Чтобы, если вдруг что, я взял и не думал, что на него надеть, или чтобы он потом у меня не оказался голый в самый серьёзный момент. А так же, я думаю, придержим мы пока что кару. И сбегаем в Sky Mirror. Как я понимаю, это немного ответвлённый сюжет. Куда идёшь? У нас к тебе будет пара вопросов. Ээээ, друг... В чём проблема? Побереги дыхание. Мы знаем, что ты угрожала нашей сестре глине в утонувшей фляге. На кону стоит честь нашего дома. И очистить её можно только кровью. стоять стоять раз такие дела раз такие дела пацаны я о чем если я выхожу с карой диалог немного меняется я помню это пожалуйста скажи мне что я все я сохранился как и положено сейчас осталось навести только порядок вот здесь вот эти вот шлема на концентрацию плюс один я думаю тоже пора уж выбрасывать так и быть ладно они меня вынуждают это сделать элоне кара принять она у меня голая зато сейчас ее одену так уж и быть привет я слышал тебя выгнали как и глину вот видите о чем я и говорил это все из-за тебя мы просто защищались защищались да вы первые на меня напали если вы затеете драку я вас всех арестую побереги дыхание мы знаем что ты угрожал нашей сестре глине в утонувшей фляге на кону стоит честь нашего дома и очистить ее может можно только кровью то есть не сильно что многое изменилось да нет ты сначала сколдуй вот видите о чем я говорил кара просто махнула рукой я успел только волка вызвать кара махнула рукой и все и сейчас я вот так же отдыхаю сажусь и кара делает все то же самое со следующими встречными мне можно дальше не играть по факту ладно раз такие дела у нас пошли позволите я сейчас просто тут завел список предметов которые нужны моим персонажем я думаю в первую очередь надо одевать колгара раз мы тут вышли на улицу блин промазал да нет не промазал я к броннику еду короче так проще будет покажи мне свой товар короче что за доспех комфорта вещь хоро ой какая хорошая вещь 8600 стоит сука у меня кольчуга плюс один крылатый шлем что дает крылатый шлем концентрация может его в полу латы одеть не шлема у них смотреть смысла нет от слова совсем так кольчуговая плюс 1 имеет защиту 5 мазь максим плюс 2 полу латы 7 и 0 плюс 1 или сразу просто копить на не судя по всему я не вижу смысла я ему дам плюс 2 защиты но уворачиваться он у меня будет очень плохо а точно я же хотел по продавать вещи я хотел по продавать вещи и как обычно выбираю лучшие ракурсы так ядра продаем шлем горшок продаем это было смешно плать жатвы хорошо серебряное колечко продаем медное кольцо продаем сверкающее жерелье бессмысленное продаем стрелы 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 продать не могу если я соберу в пак из 99 стрел я продам один золотой ладно бог с ними с оружием у меня все замечательно с оружие у меня много но кстати кстати раз тут у нас такая пьянца пошла давайте сразу коробки на ребят да иди за мной я не могу тащить весь этот что здесь происходит ты щас просто охренеешь я не могу тащить весь этот хлам я знаю детка так свиток ладно давайте этот свиток продадим оружие у тебя обычный посох который дает 1d6 ты можешь взять дубинку которая дает 1d6 плюс 1 либо ты можешь взять кинжал 1d4 плюс 1 но настолько ли я сильно хочу чтобы ты шла в бой у меня в рукопашку я думаю нет вывод мне тебе нужны сука ладно болты то тяжелый арбалет кукри не можешь все это давайте красненькое сразу вернем обратно в сумку у тебя тут есть вот мантия сопротивляемость электричество при первой же возможности я попытаюсь ее заменить я не могу тащить весь этот хлам вот повязка интеллекта тебе на голову наруч а у тебя что у тебя наручи защиты и так есть окей если у тебя есть наручи защиты я отдам наручи защиты калгару будем собирать из него танка что здесь происходит и тогда я наручи убираю у калгара ну в принципе да если не давать посох от посоха я бы избавился ладно что я тут у меня есть только сапоги реакции думаю немножечко реакции тебе пригодится тем более теперь с арбалетом плащ защиты плюс 1 я тебе нашел кольцо предвидения это у нас знание 5 ладно пожертвуем этим кольцом и вот эту штуку хотя я бы кольцо предвидение заменил бы знание плюс 5 продаем к чертям короче из амулетов я могу ей немного защиты сделать либо я могу ей хп поднять что я хочу больше кольцо предвидение продаем короче амулет природной защиты реакция 3 ладно делаем вот так это все а ты все равно перегруженная до оружейник оружейник покажи мне свой товар мне хоть каких-нибудь болтов бы но у тебя ничего нету можно конечно угореть и дать ей пращу кстати по поводу пращи она может использовать лук тем более тяжелый все тогда давай отдавай мне арбалет колгар твои сумочки есть хорошая хорошая вещь замечательная просто короткий лук плюс 2 в смысле я не тем персонажем смотрел до вот что за кулак легиона вещь забавная но она у меня будет дальником просто почему я не хочу ей давать арбалет потому что болты не резиновые и и делить болты между ними давайте у ладно уж так и быть угорем все равно от нее не требуется чего-то особенного просто болты мишки болты еют это вот все я с ума сойду бегать по всему нервинтеру искать все эти штуки ладненько но не ради этого мы сюда шли но уже лучше все получилось точно колгар убери пожалуйста лук мы хотим найти колгару кучу вкусняшек и и и и и Калгар Твою мать, Калгар Подойди поближе, пожалуйста Следуйте за мной Что за плащ нимфы? Харизма плюс 2 Плащ уклонения 4 Сапоги устойчивости О, блин, 1000, ладно, жалко Легкий арбалет тебе Продаем кольцо предвидения Посох продать нельзя И продаем этот свиток Давайте мы Покупаем одно кольцо Кольцо стойкости Калгару Кольцо защиты Покупаем Для Кары Все, ей остался только пояс Ей остался только пояс И больше я ничего себе позволить не могу Я пойду вперед А ты иди за мной Ясненько Ну все, давайте будем считать Что мы немножечко прикупились Потестили В боевых условиях Кару И будем дальше пытаться Двигаться по плану А план у нас простой В Sky Mirror Сходить целыми Кстати, к Сэнду можно еще забежать Глянуть, что у него в продаже имеется Он же шкалдун Но у нас денег нету Ну хотя бы приценимся Ты снова здесь? И... О, ну надо же У меня гость из Академии Я не из Академии Я ушла оттуда Устала от занятий? Тебе повезло, что ты ушла по своей воле Другим выбора не предлагают Устала от занятий? Да мне не нужно было заниматься Я уже знаю все о магии Ах да, ты колдунья Прирожденная Кто этот эльф? А для торговца у него слишком острый язык Пусть поостережется А не то я спалю его лавку Если ты подожжешь балки То это место будет высасывать из тебя энергию Пока ты не упадешь на пол И не забьешься в корчах Это сифон Вантино Если, конечно, ты читала о нем в хрониках Я не люблю историю И книги тоже Тогда тебе стоит повременить С осуществлением своих угроз Но чем могу помочь вам всем? Ах, у тебя тренинг с коррид Абсолютно никаких проблем Я не люблю критиковать своих собеседников Пожалуйста, не останавливайся Ты можешь говорить мне в лицо все что угодно Сейчас не стоит обсуждать этот вопрос Скажу лишь, что у нас есть академические противоречия Я хочу На какие вопросы ты хочешь получить ответы? Все это было Во-первых, добро пожаловать в ситком О, посохи ему можно по два штука продавать Замечательно Добро пожаловать в ситком Утонувшая фляга Второй сезон Если у нас есть Нишка и Келгар То вторая парочка Со смехуечками Это Кара и Сент Так Одеяние Древнего Ордена Ничего не дает Перчатка определений заклинаний О, у тебя тоже есть кольца Но они, сука, у тебя дорогие Как ад Я только что кольцо защиты покупал за штукарь Че ты творишь? Че ты творишь, черт? Успокойся Я ничего не хочу покупать у Сента Ладно Бог с ним К Сенду я больше никогда не приду ничего покупать Хватит с меня Субтитры сделал Dima Или посвятить все это Ладно, не хочу Сегодня я не хочу Тратить кучу времени на кару Поговорим с ней потом А сейчас в Sky Mirror Я хочу в Sky Mirror Кстати, а почему Пока я еще не ушел Ты сразу, да? Мне восьмого уровня пришла Седьмой Восьмой А я шестой лох Ладно Она сразу пришла нам на большом уровне А че у тебя заклинания нет? Ну да, как я и говорил У меня Специализация Как у колдунов То есть у меня Это от природы идет А если от знаний А если от знаний Как у Сента То у него будет Общее количество на все Элони А давайте я вот чисто ради прикола Точно проверю Могу ли я В Sky Mirror Сходить без Без Кара Без Элони Я начинаю в них путаться Насколько я помню Кара, вот ты где Смотри-ка Ты еще и с друзьями Как странно Морд хорош уже Я хочу в Sky Mirror Я тоже Можешь посоветовать Своим новым союзникам В следующий раз Быть разборчивее В выборе друзей Только боюсь Следующего раза Уже не будет Их еще больше Пришло Ладно Давайте я ради приличия Попробую Сколдовать Волка Ну кажется Сейчас будет больно Сука Че творится Че творится Че творится Ладно 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 Нишка Ты должна жить Тут еще Вон Урод Стоит Че это Такое Это была Забавная Штука И как я понимаю Она это уже Использовала Последняя Последняя Если ты думаешь Что сможешь Всех нас одолеть То глубоко Ошибаешься Половину Академии Тебе не перебить Продолжить Продолжить Довольно Это улица Дервинтера А не яма Для поединков Не удивлен Событий Это они Все начали Ну конечно Они всегда Так делают И будут Наказаны А ты Ты угрожала В утонувшей Фляге Моей дочери Но ты не будешь Наказана Любопытно Училась ты Училась в Академии А стала Настоящим Чудовищем Надеюсь Я еще Увижу Как тебя Настигнет Справедливое Возмездие Но это Будет Не сегодня Но гораздо Скорее Чем ты думаешь Студенты Пойдемте Вас ждут Занятия Мы еще Встретимся Кара Я буду Этого ждать Кто это был Это был Отец Одной Из студенток С которыми Мы Повздорили В утонувшей Фляге Он Возглавляет Дом В Академии Из которого Были Все эти Студенты И его Дочь Он Просто Болтает И ничего Не сделает Ни со мной Ни с тобой Пойдем Отсюда Че это Сейчас Было Но Как я понимаю Мы не могли Надрать Жопу Никак Я конечно Красиво Тупанул Увидев Что на меня Что-то Кастует Я Решил Что Кара Быстрее Невер Оооооо Цирк С конями Спасибо Волшебной Палочке Нишке Как я понимаю, все это волшебная палочка бессмысленна, да? Ладно, как-нибудь еще протестим. Места намного не занимает. И все это чисто ради академического интереса. А, видите, в обязательном порядке Элони нам дает. Ну давайте Келгара и Нишку, как обычно по классике, принять. Келгара и Нишка Собственной безопасности и ради защиты членов круга. Так все-таки, что такое Скаймирер? Волшебный колодец, который позволяет говорить с теми, кто смотрел в его воды. Чтобы волны Скаймирера ожили, потребуется магия Земли. Возможно, нам понадобится отдых, чтобы я могла прочесть нужные заклинания. Испытания меняются с каждым временем года, а вместе с ними магическая защита. Я не знаю заранее, с чем нам придется столкнуться. Нужно ли нам опасаться чего-то или кого-то в этих лесах? Я не знаю, что по этим тропам можно идти лишь с кем-то из круга. Те, кто идет без проводника – это место. Здесь все еще живут те, кто зашел в эти священные леса и не смог вернуться назад. Они все еще живы, но лишь в виде своих собственных отражений. Постарайся избегать их. Но если не удастся, будь готов к бою. У Скаймирера, кроме того, есть и своя охрана – водяные существа. И каким образом защищен Скаймирер? Скаймирер – волшебный колодец, который позволяет говорить с теми, кто смотрел в его воды. Чтобы волны Скаймирера ожили, потребуется магия земли. Возможно, нам понадобится отдых, чтобы я могла прочесть нужные заклинания. Испытания меняются с каждым временем года. Ты это все говорила? Хорошо. Давай просто идти вперед. Нам еще идти-идти. Впереди неблизкий путь. Хорошо, ясненько, что там по карте. По карте. Я думаю, надо уже заканчивать. Серия получилась абсолютно ни о чем. Странная, дикая. Так что давайте, наверное, посмотрим.